всем приветики сейчас вам покажу как сварить пельмешки мы в кастрюльку наливаете воду холодненькую естественно доводите до кипения и когда она кипит уже добавляете туда соли то есть вот берете соль я первый раз когда варил добавил наверное где-то вот столько соли два раза и это было просто жесть ну то есть я раскинул 2 поэтому лучше не до солить потом если что уже готовы уже готовы к готовым добавить соли потому что если вы их сразу пересолите то вы уже ничего не сделаете и будет невозможно есть примерно вот где-то столько соли вполне хватит закидывайте перемешиваете далее далее забрасывайте туда сами пельмешки открывается упаковочку и дальше не руками как некоторые вот так вот делают берут и бросают так конечно конечно можно но не нужно потому что начнут лететь брызги в разные стороны могут и на вас прилететь там кипяток будет больно берете вот ложечку берете пельмешку и аккуратненько и и опускаете все ничего ничего никаких брызг но естественно можно не уложить ни одну пельмешку а сразу набрать сколько там получится штуки там две-три не аккуратненько туда по наложить чтобы заполнить все все вну в общем столько сколько вы съедите вот вы наложили пельмешек дальше нужно учитывать что они же еще разбухнут и просто периодически их помешиваете я обычно создаю такой вот водоворот чтобы вот я перестал их крутить они еще какое-то время будут крутиться потому что если просто так вот ложкой поводить ну да вы их пошевелить она на этом и все а так вот покрутил и пошел они еще какое-то время будут крутиться то есть тут сами сами будет мешаться так вот вам их нужно помешать пришли там помешали и на этом мешание закончились а так водоворот создали и пошли а ну еще мешается то есть вы уже ушли своими делами заниматься она еще само мешается прикольно получается ну и все и кстати еще огонь нужно уменьшить потому что оно как бы должно вариться в кипящей воде но просто если она будет на большом огне вода быстро выкипит поэтому можно уменьшить чтобы вода не так быстро выкипала вот и она будет как бы кипеть но но не сильно то есть температура воды будет поддерживаться они будут вариться но вода будет не сильно выкипать потому что огонь поменьше ну и все и приходите от помешиваете сколько буквально вот минут десять поварили их на упаковке вообще написано 5-7 то есть по идее можно 5 минут поварить но я обычно варю подольше чтобы лучше все это проварилась мясо вот это вот все правда если прям совсем долго говорить если забыть там минут на 15-20 то потом от теста тесто начинает разваливаться и вода уже становится такой белой ну то есть частички теста там уже плавают но ничего страшного как бы даже если так ну вот буквально минут десять поварить или все и готово просто периодически помешиваете то есть все что вам нужно налить воду дождаться когда она закипит добавить чуть-чуть сольки если если не будет хватать лучше потом подсыпать когда они уже будут готовы иначе если они будут очень соленые вы не сможете их есть вам придется их выкинуть вот ну вообще добавили сольку перемешали когда вода закипела добавили аккуратненько перемешки сделали огонь поменьше и просто переходите помешивайте их и через 10 минут они будут готовы вот и все остатки упаковки вы же не все выложили сгибаете и в пакетик таким вот образом а пакетик в морозилочку все это на второй раз то есть вот буквально пачка на два раза таким вот образом вы сможете одной пачкой два раза покушать и вы легко можете приготовить еду то есть ну вообще не трудно но вот вот так вот выглядят пельмешки спустя 10 минут готовки в принципе уже можно выключать газ и выкладывать их на тарелку видите как они разварились было изначально казалось что их мало вода и нет ну и есть много места свободного теперь они разбукли и занимают намного больше места всю кастрюлю занимают теперь дальше вот какой-то прихваткой тряпочкой берете она же кипяток а тряпочкой так и нормально и все просто вот вместе с водичкой все на тарелочку у меня правда тряпочка маленькая боюсь пальцем на кастрюле дотронуться наш горячая вот даже уже и воды многовато остальные пельмешки не влазит ну вот остальные пельмешки как воды трохи отъем отопью остальные доложу вот так вот выглядит наше готовое блюдо можно еще сюда добавить маслица здесь уже кстати выделяется какое-то типа подсолнечное масло но это не подсолнечное масло какой-то жир видимо из из этих из мяса а может быть и из и есть если что что-то такое типа подсолнечного масла но что было вкуснее я добавляю еще и сливочное масло хотя лучше наверное не так а то будет вся в воде масленица просто руками кинуть раскрыт этот кусочек он сейчас в этой горячей воде наш кипяток растает и со сливочным маслом будет вкуснее и в этот момент если вот вам не хватает сольки вы как раз таки можете добавить соль по вкусу то есть попробовали кажется что они не ну маловато досыпали но солью лучше не увлекаться потому что если бы тебе много есть соли будут образовываться камни в почках и вообще соли не очень влияет на организм надо конечно соли но немного в умеренном количестве вот можно сметанки сюда еще добавить какой-то зелени насыпать типа там не знаю укропчика там что-нибудь такое но я так ем вот сейчас перемешается и в принципе довольно таки вкусненько получается вот они пельмешечки уже все в масле такое мне уже кушать хочется пельмешечки вот так что легко таким вот образом легко и просто готовится пельмени ну а на этом все приятного аппетита